Ребята, всем привет! От нас со Златочкой. Мы находимся сейчас на прогулочке и хотели с вами поболтать, как у нас дела. Насчет самочувствия у меня вообще все ок. Единственное, там один день немножко поболело горло. Я попила имбирный свой любимый чай с лимоном в больших количествах. Прямо целый день и горло прошло. И немножко было насморка, но это вообще не критично. Насчет Златы у нее суперки уже неделю и сейчас их тяжело достать и кашель немножечко сохраняется. Но вот немножечко она стала лучше спать. А до этого, представляете, на пару дней я осталась одна. С маленьким ребенком, который болеет. У меня и так немножечко паника. Я переживаю. Я постоянно к ней. Дышит, не дышит. Ее бедную это все мучает. Ей не нравится, она психует. Ночью плохо спит. Это, конечно же, так изнуряет. И вот несколько ночей я просто не спала. Поэтому вернулась снова кофе. Это латте на ристрет. Это такой легенький-легенький, не сильно насыщенный на арабике с молочком. И, конечно же, в больших количествах это чай. У меня, конечно, мешки ужасные. Может, конечно, выгляжу я не камильфу, но, если честно, мне пофигу. Главное, чтобы у ребенка все было нормально. И когда еще у нее и глазик заболел, как-то, знаете, по-моему, конъюнктивит это называется, начала читать, что это часто у деток с простудными заболеваниями еще вылазит и воспаление глазок. Я вообще в истерику впала. Леша говорит, ну нельзя так относиться. Если ты будешь все так воспринимать, то никаких нервов не хватит. Но я все равно переживаю, потому что первый ребеночек, ты еще не знаешь, что и как. Это просто ужасно. Пускай никто не болеет, а детки тем более. Всем здоровья, всем благ и всего самого лучшего. Забрали мы свой укачивающий центр от Xiaomi. Он такой компактный, да, он там простенький. Это бюджетный вариант. Это не 4 мамс. Есть еще более дорогие варианты. Возможно, они лучше, но они более крупногабаритные. Нам нужно было компактное. Мы поставили этот укачивающий центр в то место, где мы планируем поставить стульчик для кормления. Потому что других вариантов у нас просто нет, у нас места нет. Укачивающим центром, кстати, мы остались очень и очень довольны. Здесь съемная часть, как сидушечка. Знаете, материал похожий, как подушки Memory. Также вот такая подушечка тоненькая под голову. Здесь все фиксируется. То есть ребеночек будет надежно закреплен и не выпадет. Также идут в комплекте вот такие игрушки. Можно при желании их менять. Вот такой съемный компюшон, москитная сетка и музыка. И еще идет пульт управления. Причем можно в телефон скачать различные мелодии. Так даже будет интересней. Златочка, в принципе, смотрит на эти игрушечки. Ей нравится и с капюшончиком, и без. Можно это все убрать. Ночка, конечно, все скрипит. Но для такого бюджетного варианта очень даже ничего. Первая вот такая скорость укачивания, и вторая чуть побыстрее. И получается этот укачивающий центр идет до года самого рождения. И для нас он оказался очень полезным, потому что даже в лежачем положении немножечко голова приподнята. И когда златочка болела, просто была реально вещь незаменимая. Поэтому довольна, тем более со скидкой, почему бы и не взять. Это все снимается, хорошего качества. Мой любимый такой нейтральный оттеночек бежево-сиреневый. Есть, по-моему, и синий цвет, хотя он был без скидки. Поэтому обратите внимание. Есть у них более бюджетная версия, по-моему, даже она уже снята с производства. А это еще есть в наличии. Вообще, шикарное качество за такие деньги. Причем все снимается, можно при желании постирать. Работает и от батареек, и от сети. Единственное, что вам нужен будет переходничок. А вот это, получается, затяжечки от липучки. От вот этой. Нужно быть аккуратненько. Ну, я думаю, что это такое все. Процесс эксплуатации. Можно это все будет машинкой от катышек поубирать. А так красота. Мягусенька, удобненько. Златочке нравится. Я и с утра ее сюда ложу, она досыпает. И днем. Поэтому вещь шикарная. Сейчас у нас еще появился новый гаджет. Это увлажнитель воздуха. Мы все-таки его купили. Думала, думала, брать или не брать. У меня есть, но очень такая старая версия. Соотношение цена-качество. Долго выбирала. Но мне нужен был именно увлажнитель, который идет плюс очищение воздуха. От неприятных запахов, хотя бы какую-то пыль. Элементарно он будет собирать и несколько видов фильтров. Такое я нашла. И, в принципе, за 2 с копейками по акции на розетке я считаю, что это очень хороший вариант. Вот наш новый увлажнитель. Мы остановились на вот этой модели. Нео-клима. Здесь у нас LED-дисплей. Ароматизация воздуха. Режим теплого пара. Индукция температуры. Гидростаторы. Фильтры для воды. Таймер. Ночная работа. Ночной режим. И несколько фильтров. Поэтому это не только увлажнитель. Это еще и очиститель. Конечно, это не очиститель воздуха полноценный. Но, тем не менее, здесь функция присутствует. Хотя бы немножечко пыль будет осаждаться. И то уже хорошо. Хотя заявлено, что и бактерии. Но, если честно, я в это не верю. Давайте включим и посмотрим, какая у нас влажность. Вот нас не было весь день. 62. Хотя, мы поддерживаем где-то в районе 75. Ну, стараемся. Вот. Видите? Мелкодисперсный пар. Конечно, если он долго стоит, то немножечко повлажноватый. Не знаю, есть разводы или нет. У нас тут такой пол, что по нем особо и не видно. Мы только пришли домой. И у нас, конечно, температура низковатая. Хотя, вот на градуснике у нас 20, а здесь 18. Показывает. Сейчас нужно будет включить еще и обогреватель. Плюс увлажнитель, чтобы не было сухого воздуха. И хорошо было дышать. Довольно. Нашла всего лишь один обзор в интернете. От покупателя. И почему-то как-то душа у меня легла именно к этому увлажнителю. Пока мы очень-очень довольны. Да, Зляточка? Будет хорошо дышаться нам, да? Еще есть функция ионизации. Хотя мне девочка почему-то одна написала, что ни в коем случае не покупайте увлажнитель с функцией ионизации. Я так и не поняла, почему. Видите, несколько фильтров и для воды, и для очищения воздуха. Это как раз то, что мы хотели и за эти деньги. Вот все равно она капризная. Ворочается. Ворочается девочка. Сейчас, если проснется, то буду ее кормить. И желательно, пока еще температура 18 градусов, на улице покормлю грудью. Ничего в этом такого я не вижу. За границей это вообще, знаете, в пределах нормы. А у нас, может, некоторые воспринимают как что-то неприличное. Хотя, опять же, это все естественно. Я уже разобрала некоторые детские вещи, потому что много чего уже на нас маленькое, представляете, тоже поотдавали. Это классно. И что касается еще вещичек, так же на Мама Смайл заказала комбинезончик плюшевый, только уже на вырос. Беру побольше, мне вещи в притык вообще абсолютно не нравятся. Мне кажется, лучше взять побольше, чтобы было на дольше или про запас. А то берешь в притык, раз-два дел и все. Потому что, ну, детки-то быстро растут, и вещи элементарно не успеваешь снашивать. И многие мне девочки писали, вот почему вы заказываете в Инстаграме. Писали, почему ты на Next не берешь. Но на Next теплый человечек стоит там за тысячу, а здесь там в районе 300 гривен плюс-минус. Понятно, что, ну, смысл мне переплачивать. Я не вижу смысла. Здесь качество замечательное, меня как бы все устраивает. Поэтому, если вы хотите, вы берете на Next. Если вы хотите, берете в других магазинах. Все индивидуально. Хотите, берете в Инстаграм, где угодно. Кстати, сегодня были на почте и отправили кружечки победительницам. Правда, еще не всем. Вместе со Златочкой ездили на почту. Хотя она до этого капризничала, но мы все отправили. Поэтому, девочки, ждите свои подарочки. И пускай побыстрее к вам придет настоящее чудо. Ваше счастье. Искренне, от всего сердца. Вам этого желаем вместе со Златочкой. Пускай все у вас будет хорошо. Погодка пока такая еще хорошая. Правда, так пасмурно. Но, тем не менее, чуточку потеплело. И еще обещаю там 18-17 градусов. Еще где-то недельку. Это, конечно, нас очень и очень радует. Можно погулять. Немножечко вроде супельки отступают. Поэтому будем уже гулять подольше. Мы прямо дома были. Я постоянно груди-груди. Но у нее и аппетит упал. И меньше она смеси начала кушать. Но вроде бы взвесили. По весу все равно идет прибавочка. Девочка, она же растет. И щечки, и ножички. Когда я массажик делаю или памперс меняю. Прямо так чувствуется, что уже девочка такая существенно прибавила вес. И это, конечно, нас с папой очень и очень радует. Что касается еще памперсов. Попробовали мы новый вариант. Да, да, троечку. Они немножечко еще большеватые. Но по качеству, ну, такое. Вы знаете, наверное, лучше покупать памперс премиум. Если по акции. Или Хагис Элит Софт. Потому что, да, да, конечно, там в районе 200 гривен упаковка. Ну, не знаю. Еще Джойн нам советовали. Может, какие-то другие варианты. Но вот эти, знаете, они как клеенка. В них вот влага больше сохраняется. А вот те прямо сухенькие-сухенькие. Вот Хагисы, это не реклама. Мне там никто ничего не платил. Это вот реально мое мнение. И, как я понимаю, мнение очень многих мамочек. Которые попробовали, потестили на своих детках. Советуйте, какие есть еще другие варианты. Возможно, более бюджетные. Мы попробуем, потому что у нас снова наши пачки памперсов и Хагисов подходят к концу. Под кузники. Это такой существенный расходник. Я на них не экономлю. Каждые там 3 часа. А то еще и чаще. Мы их меняем. Может, ночью чуточку там реже. Но вот днем обычно даду. А вот вечером на прогулку и на ночь это подгузники или Хагис или памперс. Как там что попадется. И влажные салфетки у нас тоже такой расходник, что прямо на ура расходятся. И в кроватке сейчас у меня какие. Ага, это вот эта снатина последняя, которую я брала по акции. Памперсы для чувствительной кожи, которые можно использовать и для личика новорожденных и деток. Также еще смайл. У меня несколько вариантов. Мне нравятся именно большие упаковки с клапаном розовые. Даду я пробовала, но они ушли на Эбе. Кстати, вторая пачка была лучше пропитана, чем первая. Они плохие, но они маленькие. Ну, они не так хороши. Понятно, что они бюджетные. Вот еще неплохие, особенно если по акции детские влажные салфетки. Я брала несколько раз Варта. В Арусе продается, я так понимаю, их собственная торговая марка. Если по акции, то вот можете брать. И Шоша или, по-моему, Шоша с ромашкой тоже неплохие, но они небюджетные. Ну как, средние по цене. Есть салфетки, которые стоят за 100 гривен, за пачечку, если честно, я не понимаю. И, кстати, насчет еще смеси. Мы остановили все-таки на Семила Голд. Она ей подходит. И вот эти пробиотики, которые я ей даю с iHerb, они шикарные. Она в туалет ходит бывает и по три раза за день. Бывает там через день, но все равно у нее стул стабильный. И животик, я не знаю, благодаря этой крупной водичке. Хотя мне многие писали, что она не совсем безопасная. Но в тех дозах, которых я даю, по одному миллилитру, всего лишь там два раза в день, я считаю, это немного. И пробиотик это через день. И у нас все хорошо. Это замечательный вариант. Хотя до этого давала испумизан, и у нее животик болел, и колики. И вот сейчас мы уже на смеси, вторая банка у нас пошла. И тьфу-тьфу, состав хороший, можете почитать. Был разбор детской смеси. И очень многие забраковали даже более дорогостоящие варианты. Поэтому не всегда цена означает равно качество. Бывает дорого, но не значит хорошо. А вот этот Семилак, даже классический, его рекомендовали, и состав довольно-таки неплохой. Поэтому изучайте всегда составы. Да, многие пишут, там нам и малютка подошел, и другие варианты. Это, возможно, вам подошло, но составы у них не идеальные. А вот эти, которые чуть подороже, там и витамин D, и другие витаминки, которые просто необходимы деткам. Особенно в сезон осень-зима и начало весны. Слушайте, вы знаете, девочки, мне нравится болтать на улице, когда Златочка спокойно и спит. Потому что, когда я дома, пытаюсь выделить какую-то минуточку, для вас что-то поснимать. Вот для второго канала у меня уже вторую неделю просто не хватает сил и времени чисто физически заснять что-то. Потому что надо такие статические домашние видео, сделать обзоры, но никак. И разные проекты, на которых, возможно, там можно было что-то заработать, но вот не хватает времени. Если была бы помощь, может, то смог посидеть с ребенком. Это один момент. А когда ты сама практически все время 2-4 на 7 с ребеночком, с маленьким, особенно когда он болеет, это просто ужасно и тяжело психологически. И, знаете, наступает такое раздражение, раздражительность. Возможно, какое-то недовольство. Не ребенком, нет, а недовольство тем, что у меня не хватает времени на все это. Мне хочется, знаете, и на ребенка времени побольше, и с ней поиграться, и поносить ее на ручках. И тем более, когда ребенок болеет, он постоянно на руках, ему хочется. Например, ручками тянется к тебе, и груди, и других вариантов нет. Пытаюсь видео смонтировать. Даже на этот второй канал, Baby Life, тоже не хватает. Меня это все нервирует. И с этим ничего не поделаешь. Надо просто это осознать и принять. Потому что первое время у тебя просто практически не хватает на все остальные отрасли времени. Никак не крути. Особенно, когда ребенок на ГВ, особенно, когда этот молокоотсос, потом идет ребеночек у груди, потом смесь, потом памперс, то купание, то плач, то укачивание, то срыгнул ребеночек, то сопельки, то надо этот носик помыть. Я абсолютно не жалуюсь, мне не тяжело. Но просто вот такие моменты, это нужно пройти, это нужно пережить. Я была к этому абсолютно готова. Для меня нового, если честно, ничего нет. Но вот хотелось бы, чтобы времени было побольше. Но пока никак. Хоть, знаете, и где-то там еще и работать, и заниматься двумя каналами, видео снимать, монтировать. Еще чтобы и с ребенком постоянно ты была. А так, к сожалению, не получается. Ты не можешь расстроиться, к сожалению. И в сутках только 24 часа. Ну и последнее на сегодня, о чем я хотела с вами поговорить. Даже, наверное, это больше обращение к мужчинам, к сильному полу, ко вторым половинкам. Чтобы они были более терпимы и более снисходительны. К мамам, у которых совсем маленькие новорожденные груднички. Потому что первое время у тебя это гормональная перестройка. Ты не досыпаешь, тебе тяжело. У тебя раздражительность, возможно, какая-то апатия, у кого-то агрессия, недовольство. У многих не совпало ожидание реальность. И папы не то, что должны помочь. А то многие считают, если ты с ребенком, значит, ты помогаешь маме. Все-таки ребенок общий. И это не помощь, а это забота о твоем ребеночке. И это нормально. Поэтому по возможности входите в положение. И мама будет довольная, счастливая, отдохнувшая. А довольная и отдохнувшая, и выспавшаяся мама. Это счастье для ребенка и для мужа. Поэтому, пожалуйста, входите в положение. И понимайте это. Кто бы что бы вам не говорил. Типа что? Все рожали, и вы родите. Все там растили деток, и вы вырастите. Здесь ничего нет. Или знаете, там мамы, возможно, некоторые начинают своим сыном-ям говорить. Вот я, когда там была молодая, когда я с тобой там, может, занималась, растила тебя. И была одна, и ничего страшного справилась. Раньше было другое время. И я вообще не понимаю, почему только мамы, особенно раньше, был такой подход. Вот занимались детками, знаете, садиком и школой. А папа такой, типа, на работе я пришел, я молодец, на диване у телевизора. Хотя мама потом выходила из декретного отпуска. Раньше, по-моему, даже такого не было, или до года. И так же вкалывала, потом дома кушать приготовь, поубирай, с ребенком позанимайся. Руки поучи, садик, школа, одень, погладь. Ну, короче, куча всего. И почему это все на женщинах? И получается, что женщины далеко не слабый пол, а наоборот мужчины слабые. Потому что, знаете, когда они болеют, то все, конец света. Это женщина болеет, и все еще дома умудряется делать. И насчет, последний момент, который я хотела судить, насчет питания. Питание все равно у меня не идеальное. Знаете почему? Потому что элементарно нет времени. Некому приготовить. Вот просто. За это время я готовила там раз, два, три и обчелся. Вот это, конечно, проблема наша. Но пока никак, потому что я напросто, просто-напросто боюсь оставлять Златочку, даже когда она спит с Эбби. Насчет этого момента, наверное, я сниму отдельное видео, где мы с вами обсудим этот момент и поболтаем. А на сегодня это все. Подошло наше видео-болталка к концу. Златочка еще спит. Мама немножечко сегодня под утро даже поспала. Уже намного лучше. Кофеечек выпила. Погода классная. Наслаждаемся последними теплыми денечками. Дышим свежим воздухом, кислородом. Ой, и нужно смонтировать видео. Где мне взять время на это все? Блин. Ничего, я справлюсь. Я сильная. Я найду время и силы в себе. И все, я сделаю все. Я успею. Все, я смогу, как всегда. Всем спасибо за внимание. И всем пока. До новых встреч. Анди, какое небо красивое. Пока.